Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на май месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И в конце возьмем карта совета, посмотрим, что вам высшие силы подсказывает. Как остерегаться, может какие-то изменения сделать для себя. И первая карта для вас, мои дорогие, в начале месяца – восьмерка мечей. Восьмерка мечей показывает, что уже в начале месяца вы горите изнутри. Хотя возможности выйти из этого состояния у вас есть. Самое главное – обращайте внимание, открывайте глаза, развяжите уши ваши и начните какие-то действия. Не горите изнутри, потому что решение вашей проблемы в начале месяца есть. Самое главное – чтобы вы делали какие-то изменения, какие-то шаги. Давайте посмотрим следующую карту и посмотрим, что касается. А это касается для того, чтобы вы завершили вашу трансформацию. Для того, чтобы вы что-то изменили в вашей жизни. Начинать новый этап в вашей жизни. Завершить старого. Может какие-то ваши привычки. Может какие-то ваши ситуации, которые уже не… Может в отношении какие-то разговоры есть, которые вы должны просто сидеть вместе, поговорить. И решение будет, да. Может, знаете, договориться, да, для того, чтобы, может, посмотреть, что нету там уже чувства, да, нету какое-то решение даже, да, и отпускать друг друга. Но то, что вы должны уже в начале месяца, да, пройти вот эту трансформацию и завершить какой-то старый период и начать новый – это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта в начале месяца для вас. Это десятка кубка. Радуга над вашей головой, да, в начале месяца, да, всегда, как говорим, после дождя выходит радуга. Так и у вас. После какие-то проблемы, да, недоговоренности, проблемы на работе, да, в отношении, то у вас, знаете, выходит ясность, да, вот выходит солнышко, да, над вами, да. Да, вас будут даже высшие силы, да, помочь в этом, да. Давайте посмотрим следующая карта, да, для вас на середину месяца. И это четвёрка жезлов. Четвёрка жезлов говорит о том, как я сказала, те, которые находятся в отношении, то они должны как-то себе дать возможности, да, поговорить, да, дать друг друга выслушаться, да, договорить то, что вас не устраивает. Да, вы, да, в отношении, те, которые у меня люди-одиночки, да, уже в середине месяца у вас как-то находится, да, вот ваше внутреннее состояние гармоничное, да. Могу сказать ещё, может, для того, чтобы вы как бы в это отношение, да, что-то поменяли, может, вам всё-таки стоит гармонизировать это отношение, да. Да, вот есть такие возможности, да, провести ритуал, когда вы понимаете, что у вас, может, что-то не устраивает, да, можете как-то гармонизировать, да, что-то для того, может, не спешить закончить отношение, да, уйти, а просто постараться, да, выслушать друг друга, да, то, что вас не устраивает, да. Да, да, дать вот эту руку помощь друг друга для того, чтобы вы себя выслушать одного и другого, вот, в отношении. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта влюблённых. Сделать всё-таки правильные шаги, делать всё-таки правильный выбор, да, дать себе возможности, да. Как я сказала, если те, которые без отношения, да, вам всё-таки в середине месяца может быть знакомство, да, у вас может быть знакомство с человеком, который вам будет комфортно, да, гармонично в отношении, да, у вас будет, знаете, общение, которое вас устраивает, да, будет чувство, да. Те, которые уже находятся в отношении, может не спешить, да, закончить эти отношения, а всё-таки дать себе возможность правильно, да, общение, да, между вами, чтобы было, да, делать вот такой выбор, да, что всё, здесь нету, нету возможности что-то решить и уходить из этих отношений. Давайте посмотрим следующая карта на середину. Это карта Тузмичей. Не спешите завершить что-то, да, делайте правильный выбор, да, потому что здесь касается, что радуга на вашей голове, то, что вы понимаете, да, те отношения, которые вы думаете, что нету никакого, да, нету никакого развития, это здесь не стоит, потому что вот здесь пока всё-таки вы должны дать себе возможности, да, пообщаться, поговорить и решить то, что вас не устраивает, а потом вот это, знаете, завершение, да, как-то, ну, уйти от этих отношений. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие, это девятка кубка. Изобилие есть у вас уже в конце месяца, да, самое главное, да, не рассказывайте ничего, даже то, что у вас есть человек, да, даже то, что вас что-то не устраивает, да, но этого всё-таки не стоит делать, да, никому ничего рассказывать, то, что у вас есть какие-то недоговорённости, да, постарайтесь всё это сохранить для себя. Давайте посмотрим следующая карта, да, для вас, это пятёрка жезлов. Пятёрка жезлов показывает, да, именно в конце месяца мая, да, те, которые находятся, одинокие люди, я хочу сказать, ни с кем не конфликтовать, да, не вступать в конфликты. Даже может быть ваше внутреннее состояние не стараться себя вот вкрутить, да, в голове, что что-то вы неправильный выбор, да, что что-то вы не завершили, да, постарайтесь себе спокойно вести. Те, которые находятся в отношении, не выясняйте отношения, дайте эту питку, да, не дайте эту, да, вот для того, чтобы люди себя, вот, знаете, бывают такие люди, которые любят, когда скандалы, конфликты, у них, да, появляются такие удовольствия, вы всё-таки сохраните ваше спокойствие, не даёте никому, да, вот возможности брать, убрать от вас что-то хорошее. Давайте возьмём карта совета, и что вам высшей силой советует, мои дорогие, двойка жезлов. Не привязывайтесь к человеку, не привязывайтесь к тем людям, которым не стоит, не к той работы, не к той мести, да, потому что это будет тяжело потом отпускать, да, будет очень трудно. Постарайтесь вот проработать вот это ваше, да, внутреннее состояние, что вы зависите от кого-то, да, вот высшие силы как подсказка, да, старайтесь, может быть, не входить в новых отношений, да, можете общаться, да, поговорить, да, дать возможность узнать друг друга, но именно сексуальную себе привязку не делайте в мае месяца. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для того, чтобы вы сделаете себе личный расклад, обращайтесь по новой, которая указана на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.